Продолжение следует... И самым главным нововведением было то, что ведущим и модератором этого оперативного совещания правительства был Андрей Геннадьевич Назаров. Справедливости ради надо отметить, что это был не первый его опыт ведения оперативного совещания правительства, а, пожалуй, что второй, но первый раз это случилось по техническим причинам. А в этот раз складывается впечатление, что сделать Назарова единственным ведущим, в общем-то, было осознанное решение Хабирова, и мы присутствовали при первом и, надеюсь, не последнем опыте Назарова как руководителя правительства, хоть и не в формальном статусе. Особенности и необычности введения оперативки со стороны Андрея Геннадьевича было, конечно, достаточное количество, но мы их будем упоминать и отмечать по ходу комментирования самой оперативки. И начал же Назаров, в общем-то, традиционно, со вступительного слова, с кадровых решений, и вообще, в принципе, он, конечно, следовал конве Хабирова, то есть не внес ничего такого революционного, но делал это по-своему. Во первых строках Андрей Геннадьевич анонсировал окончательное назначение Максима Ульчева на пост руководителя комитета по печати и средствам массовой информации, что, собственно, не было никакой новостью. И перешел к вступлению в отношении бизнеса и недели бизнеса, которая случилась в республике Башкортостан. Назаров поблагодарил предпринимателей республики за терпение, стойкость и понимание необходимости и рациональности тех мер, которые принимаются правительством. Отметил, что времена нынче тяжелые для малого, среднего и для большого бизнеса. Отдельно Назаров остановился на приоритетах, сообщив нам, что экономика это основа будущего Башкортостана, но жизнь и здоровье граждан важнее любого экономического результата. Ну, столь фундаментальное заявление, собственно, очерчивает все приоритеты нынешнего правительства и концепцию, которую, видимо, оно будет реализовывать в ближайшее время. Но меня, собственно, порадовала первая часть этой концепции в том смысле, что все-таки впервые, наверное, прозвучало, что экономика это основа будущего Башкортостана. Если это не пустые слова, то это очень важное заявление. Не мог, конечно же, Назаров обойти стороной и факт окончания строительства временного инфекционного центра в Зубово. Назаров отметил, что большой вклад и героическая работа строителей увенчались успехом. 55 дней действительно какой-то рекордно короткий срок. Я не припоминаю, чтобы вообще за такие сроки можно было что-то построить. Но если не принимать во внимание там вот эти странные, на мой взгляд, не до конца правдоподобные истории о строительстве крупного медицинского центра за неделю в Китае. Ну, Китай это вообще отдельный разговор. Тем не менее, то, что в Башкирии за 55 дней смогли построить современный медицинский центр, пускай даже модульный и быстро возводимый, это, конечно, феноменальный результат. Назарову действительно есть чем гордиться, несмотря на разные и разнообразные рассуждения о целесообразности стоимости и долговечности этого объекта. Действительно, объект был к месту и ко времени. Так что, ну, тут, наверное, вот этот результат абсолютно бесспорный. Следуя традиции, заведенной Хабировым, первым докладчиком Назаров делает господин Изабилина. И Максим Васильевич, как обычно, в последнее время сообщает нам лишь сухой набор цифр. Но мы постепенно уже научились копаться и в его цифрах, разбираться в тех манипуляциях, которыми изобилуют доклады Изабилина. И, соответственно, сообщил он нам следующие вещи. На 26 мая заболевших в республике Башкортостан 2851 человек, выздоровевших 902 и умерших все еще 18. Отмечу, что цифра по выздоровевшим уже начала расщепляться и разделяться на разные непохожие друг на друга цифры в разных источниках. Коронавирус-мониторинг.ру дает цифру 884, Изабилин дает цифру 902 выздоровевших. Но в целом это ничего не меняет. Во-первых, прирост больных за сутки сохраняется таким же стабильно высоким в диапазоне 80-90. А во-вторых, сравнения с показателями соседнего Татарстана по разным источникам, они достаточно сходны и, конечно, очень сильно не в нашу пользу. Я говорю о том, что соотношение заболевших и выздоровевших, например, в республике Башкортостан, напомню, это 2851 на 884, а в республике Татарстан это 2912 на 2092. Две трети заболевших уже выздоровели в республике Татарстан, тогда как в Башкирии это всего треть. При том, что количество, как вы поняли, заболевших в обоих республиках сходное, разнятся эти цифры совсем чуть-чуть. Эпидемия у нас началась в одно и то же время, и, соответственно, у меня вопрос к Максиму Васильевичу. У нас в Башкирии уникально дольше болеют больные коронавирусом? Или мы уникально дольше получаем деньги из фонда обязательного медицинского страхования? Но это всего лишь один вопрос, который возник к Забелину, а их на самом деле много. Еще есть вопрос к пресловутому коэффициенту распространения инфекции, который, по словам Забелина, 0,9 в республике Башкортостан. Откуда взялась эта цифра и как он ее вычислил желанным образом меньше единицы, тоже совершенно непонятно. Прирост, по мнению Забелина, менее 7%. Однако мы опять констатируем совершенно аномальное, ненормальное заболевание у РВИР в республике Башкортостан. Только за сутки прирост на 100 человек. Заполняемость коек у Забелина составила 42%. Максим Васильевич продолжает утверждать, что средства индивидуальной защиты и больные, и медицинский персонал в республике Башкортостан обеспечены на 100%. Также Максим Васильевич сообщает нам, что он провел 209 тысяч исследований и обследовал 198 тысяч человек. То есть, со слов господина Забелина, каждый 20-й житель республики Башкортостан уже обследован на коронавирус. Так ли это или не так, скоро мы начнем уже понимать визуально. То есть, у нас с вами, у каждого есть, наверное, более чем 20 знакомых. Например, у многих их даже 40, а у некоторых и 120. Так вот, опросите, среди 20 ваших знакомых есть хоть один обследованный на коронавирус или нет. В общем, конечно, с цифрами, как обычно у Забелина, все очень и очень непросто. По заведенной еще Хабировым традиции, вторым докладчиком стала Ленар Хакимовна Иванова. И рассказала она нам о ситуации по контролю над теми, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, и о ситуации на рынке труда республики Башкортостан. По традиции, Ленар Хакимовна сообщила цифры, которые объяснить логикой невозможно. Она полагает, что почти на 3 тысячи заболевших в республике приходится менее 6 тысяч контактеров. У Ленар Хакимовны меньше двух человек, которые контактировали с каждым заболевшим коронавирусом. Тем не менее, Ленар Хакимовна озабочена многими вещами. Во-первых, она озабочена тем, что всего 54% людей, которые должны соблюдать самоизоляцию, эту самоизоляцию соблюдают. Остальные ее либо злостно нарушают, либо никак не могут попасться в сети Ленар Хакимовны, а именно проживают не по адресу прописки. И вот уже месяца два, как Ленар Хакимовна, тесно взаимодействуя с силами правопорядка и всевозможными спецслужбами, так и не может вычислить места проживания этих зловредных контактеров. Также Ленару Хакимовну очень волнуют вахтовики. И не просто вахтовики, которые прилетают в республику и несут потенциальную угрозу заражения людей, которых они могут заразить в процессе контактов, а именно тех вахтовиков, которые уже отбыли обсервацию. И вот тут начинается самое интересное. Ленар Хакимовна предложила продолжить контролировать вахтовиков, которые прошли период обсервации. Она с возмущением заявила, что вахтовики, которые закончили свой 14-дневный период обсервации, в ее представлении становятся как бы свободными людьми. И это обстоятельство очень беспокоит Ленару Хакимовну. Она требует и дальше продолжить контроль за этими людьми, видимо, чувствуя, что количество точек контроля у нее неуклонно снижается, и скоро ей будет совершенно нечего делать. Но больше всего меня восхитила мотивация и объяснение этого, которое дала Ленар Хакимовну. Оказывается, Иванова утверждает, что никакая обсервация вообще не помогает. И вахтовики, а, соответственно, и все, кто вообще были на обсервации, могли заразиться в последние дни обсервации. Это утверждение Ивановой, и, соответственно, у меня появляется вопрос. Простите, а вообще зачем тогда нужна вообще эта обсервация, на которую республика тратит гигантские деньги? Стоимость содержания одного человека в обсерваторе где-то варьируется в пределах 25-30 тысяч рублей. То есть это такой среднего уровня санаторий. Недорогой, но и недешевый. И если верить Ленаре Хакимовне, то эта обсервация не имеет никакого смысла, потому что, по ее утверждению, человек, выходя после этой изоляции, абсолютно так же опасен, как и прочие, которые там контактировали с заболевшими. В общем, никакой логики, кроме сохранения сферы деятельности, в этом заявлении со стороны Ленар Хакимовны я не услышал. Продолжая свой доклад, Ленар Хакимовна Иванова с грустью сообщила о чудовищном росте безработицы в республике Башкортостан. Наверное, вы помните о том, как чуть больше месяца назад Ленар Хакимовна рапортовала о том, что никакая безработица нам не грозит, что количество вакансий в республике Башкортостан огромное, и что все хорошо. Однако на данный момент даже Иванова вынуждена констатировать, что в республике Башкортостан 60 тысяч людей находятся в статусе уже законно безработных людей, и этот процент начинает расти. То есть на данный момент прирост безработицы составил плюс 3,17%, а на начало года этот процент был всего один. Цифра эта ужасающая, и пугает она, похоже, саму уже Ленару Хакимовну. Кроме всего прочего, настораживает и тот факт, что 44% безработных имеют детей, а уволены с 1 марта в общей массе безработных Башкортостана 34%, 20 400 человек. И это, напомню, только те, кто формально зарегистрировался на бирже труда. В противоречии мажорным докладам госпожи Бойцовой, Иванова сообщает, что 2% индивидуальных предпринимателей за истекший период прекратили свою деятельность. 128 тысяч человек работают в режиме неполного рабочего дня или на удаленке. Зачем Ленар Хакимовна объединила два этих необъединяемых, в общем-то, понятия, я не знаю, но, слава богу, она разбила эти цифры и сообщила, что 85 тысяч человек работают на удаленке, что бы это ни было, и 43 тысячи человек работают неполный рабочий день. То есть, по сути, тоже потеряли в заработке, и неполный рабочий день, это до конца непонятно, это 4 часа, 1 час или сколько. А еще 24 тысячи человек в республике находятся в режиме простоя. Напомню, что на начало года цифра безработицы в республике Башкортостан была достаточно стабильной на протяжении длительного периода времени и составляла диапазон 17-19 тысяч человек. Количество вакансий на рынке труда на данный момент вдвое меньше, чем количество безработных. Ну, что, собственно, конечно, типично для периода резкого роста безработицы, но тоже, в общем-то, достаточно пугающий параметр. Далее Иванова рассказала и вовсе какую-то абсурдную историю из области рынка труда. Она сообщила, что на данный момент поступило 28 тысяч заявлений на субсидию в сумме 4 982 рубля, которая полагается на ребенка до 8 лет от родителей с доходом менее 10 тысяч рублей. Мы уже говорили как-то раз, что вот это огромное количество детей и, соответственно, родителей с таким ничтожным доходом само по себе пугает. Но, оказывается, выяснилось еще один нюанс. Эту субсидию не дают неработающим. То есть абсурд, который допустили наши башкирские законодатели, а это именно их дополнительная норма, заключен в том, что человек должен работать, но при этом получать меньше 10 тысяч рублей. То есть меньше минимальные размеры оплаты труда. Я не знаю, чем думали башкирские законотворцы, но, тем не менее, подобная норма существует. И Линара Хакимовна вполне, кстати говоря, обоснованно просит эту норму отменить. Ну, Назаров, кстати говоря, достаточно быстро среагировал на эту просьбу. Это была первая просьба за все совещание. И, в общем-то, удовлетворил ее, сказал, что да, нужно готовить обращение к законодателям, надо им объяснить, насколько нелепо, в общем-то, выглядит вот это противоречие. И я тоже, как и Назаров, надеюсь на то, что вот эта ерунда будет самым срочным образом отменена. Третьим докладчиком оперативного совещания был Касьянов Алексей Анатольевич. И, пожалуй, он сделал самый короткий и самый смешной доклад. Я позволю себе процитировать председателя Совета Межведомственной Безопасности господина Касьянова. Начал он со слов благодарности. Цитирую. Вот это «не знаю, большие это цифры или хорошие», конечно, абсолютно полностью характеризует господина Касьянова в его метаниях и мучениях. По словам Касьянова, более 2000 человек личного состава МВД и 300 человек из штата Центра общественной безопасности УФИ отвлечено на эту самую профилактику. Действительно, сложно оценить 2500 наказанных по республике. Это много или хорошо? То есть, это все равно, что сравнивать коричневое и квадратное, ну и так далее, и так далее. Вообще, конечно, речь Касьянова изобиловала паузами, мучаниями, какими-то заминками. Все время возникал вот этот вот знаменитый вопрос профессора Преображенского о том, ну, собственно, как же он в очистке-то работал раньше. Завершил свой краткий доклад господин Касьянов и вовсе феерическим заявлением о том, что несмотря на отвлечение огромного количества полицейских на несвойственные для них задачи, роста преступности не происходит. То есть, если следовать логике господина Касьянова, граждане не только перестали заболевать коронавирусом у нас по мгновению палочки, но и преступники тоже перестали вынашивать и реализовывать свои традиционные замыслы и на время притихли. Далее последовал доклад первого заместителя министра промышленности и энергетики Герасимова Тимура Александровича. Доклад этот был о производстве средств индивидуальной защиты в Республике Башкортостан. Тимур Александрович бодро сообщил нам о том, что в Республике Башкортостан 17 предприятий производят средства индивидуальной защиты, ежедневно они производят 20 тысяч многоразовых масок. Всего с 18 марта было отшито 4 миллиона 200 тысяч многоразовых масок. Аптечная сеть ГУП Башформация реализовала 14,5 миллионов одноразовых масок. Сеть аптек Формленд, например, реализовала 9 миллионов 200 тысяч одноразовых масок за этот период. Изготовлено 161 тысяча защитных комбинезонов. Вообще, конечно, доклад Тимура Александровича носил характер такого бодрого и радостного доклада об успехах некой сферы экономики, вполне успешной и высоко маржинальной сферы экономики, которая внезапно появилась в Республике Башкортостан. Я не знаю, чему так радовался господин Герасимов. Видимо, валовые выручки. Дело в том, что по моим подсчетам, только от реализации одноразовых масок в Республике Башкортостан немногие сети аптек, которые в этом преуспели, заработали около 1 миллиарда рублей. Заработали, собственно, из наших карманов. И для нас с вами это были абсолютно незапланированные траты. И миллиард рублей аптечные сети выкачали из наших карманов. Кроме всего прочего, следуя логике господина Герасимова, ежедневно выручка от пошива тряпочных масок, которые непонятно от чего защищают на самом деле, составляет около 3 миллионов рублей. То есть ни много ни мало 90 миллионов рублей поступают в кассы тех, кто производит эти маски непонятно из чего и непонятно как. Пятым выступающим был опять заместитель министра. Это тоже, конечно, одна из особенностей оперативок, то, что достаточно много докладчиков были не первыми лицами ведомства. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что руководители ведомств министерств изнемогли от напряжения, которое случилось с ними в результате последних событий. И отбыли либо на отдых, либо на излечение, но господина Хажина, в общем, на оперативке не было. Докладывал первый заместитель министра образования Мавлетбердин Ильдар Маратович. И, соответственно, он докладывал все тот же вопрос о дистанционном обучении. Господин Мавлетбердин с облегчением отметил, что уже 29 мая завершится учебный год в школах. Что Министерство образования Республики так и не смогло охватить всех школьников дистанционным обучением. И примерно 14% школьников Республики Башкортостан в последние два месяца образования не получали. И господин Мавлетбердин сообщил нам о совершенно феерическом нововведении. Это об онлайн последних звонках. Как это будет выглядеть, конечно, представить себе страшно. Но мы уже знаем, что и школьники, и родители обращались к главе Республики, обращались даже к Путину с вопросом о том, что им разрешили провести эти последние звонки традиционным образом. Это, конечно, достаточно трагическая история для школьников. Событие это случается один раз в жизни. Но тут я затрудняюсь дать такую однозначную оценку этой ситуации. Потому что, с одной стороны, действительно, заразиться, заболеть и, например, не сдать ЕГЭ, наверное, опаснее для детей, чем повеселиться один раз в году или один раз в жизни на этой вечеринке. В общем, конечно, онлайн последние звонки. Это само по себе очень смешно. Господин Мавлет Бердин был достаточно краток. Из примечательного в его докладе я бы отметил терминологию. Например, учителей и учеников школ Ильдар Маратович называл ни больше, ни меньше, как участники образовательных отношений. Признаться, я впервые слышал такую формулировку, и она меня немало позабавила. Следующим докладчиком был представитель комитета по торговле и защите прав потребителей господин Гусев, который сообщил, впрочем, сообщил исключительно поверхностно, о ситуации на продовольственных рынках Республики Башкортостан. Гусев сообщил нам, что в последнее время подорожали вермишель, масло подсолнечное, пшено и огурцы, однако цены все еще ниже 2019 года на эти товарные позиции, а подешевели куры и сливочное масло. Товарная инфляция у господина Гусева в Республике Башкортостан ниже 2019 года на целых 0,1%. Рост цен в январе-марте составил всего 2,3%, что, на мой взгляд, категорически не соответствует действительности. Общая инфляция у господина Гусева в два раза ниже, чем в 2019 году. Розничный оборот, по словам господина Гусева, вырос на 4,7%. Сравнительно с аналогичным периодом 2019 года. И самая смешная цифра, которую сообщил нам Гусев, это то, что оборот общепита в первом квартале 2020 года упал всего лишь на 3,4%. Вот тут я уже заорал во весь голос, не верю, как Станиславский. И я прошу, у меня много знакомых рестораторов и владельцев кафе. Напишите нам, пожалуйста, реальную цифру, насколько изменился оборот ваших заведений в первом квартале 2019 года. Потому что вот ни одна из цифр господина Гусева у меня не вызвала ни капли доверия. Но вот последняя цифра у меня вызвала просто совершенно категорическое возмущение. Но нельзя вот настолько манипулировать статистикой и выдувать ее из непонятно чего, даже если об этом очень сильно просит начальство. Безусловной звездой оперативного совещания в этот раз стал господин Фазрахманов, потому что он сделал два доклада подряд. И первый доклад был дежурный о ходе полевых работ в республике Башкортостан. Фазрахманов сообщил о том, что уже закуплено в этом году 175 тракторов и 230 единиц сельскохозяйственной техники. Однако потребность, по мнению господина Фазрахманова, у сельскохозяйственной отрасли составляет 3000 единиц сельскохозяйственной техники. И это не просто так. Господин Фазрахманов при помощи 3000 единиц сельскохозяйственной техники и той техники, которая имеется на данный момент, намеревается уменьшить период посевной в два раза. С 20 дней до 10 дней. Я, конечно, небольшой специалист в сельском хозяйстве, но у меня закрадывается один простой вопрос. А если господину Фазрахманову дать 30 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, он сможет засеять необходимые площади за один день? Я не уверен, что на самом деле это линейная зависимость, количество тракторов и количество дней посевной, но тем не менее об этом утверждает господин Фазрахманов. Далее Лешат Вилдусович сообщил нам, что он продолжает загонять сельское хозяйство республики Башкортостан в лизинговую яму, и объем одобренных лизинговых сделок по республике составляет уже 1 миллиард 357 миллионов рублей. Он с тревогой отмечает, что износ парка сельскохозяйственных машин в республике составляет 68%, а средний возраст трактора 16 лет. Я не знаю, насколько это объективные цифры, но Лешат Вилдусович утверждает, что больше 10 лет сельскохозяйственная машина не должна работать в современном сельском хозяйстве. По завершении этого доклада Назаров задал Фазрахманову один вопрос, а именно он поинтересовался, почему запасов минеральных удобрений в 2020 году меньше, чем в 2019 году. На что господин Фазрахманов, не что же сумняшись, сообщил, что на самом деле минеральных удобрений заготовлено на 12 тысяч тонн больше, чем в 2019 году. Кроме того, что Фазрахманов в лоб опроверг информацию Назарова, он еще и слукавил на самом деле. Дело в том, что в прошлом году господин Фазрахманов сам себе ставил задачу заготовить вдвое меньше минеральных удобрений, чем планировалось заготовить их в 2020 году. И, естественно, добиться определенного параметра на 25 мая 2019 года было вдвое проще, чем в 2020 году. Но, тем не менее, таким нехитрым приемом он отбился от вопросов Андрея Геннадьевича Назарова. Восьмым докладчиком опять был Фазрахманов Ильшат Илдусович. И сделал он доклад на весьма неожиданную для него тему, а именно о создании системы помощи начинающим предпринимателям в сельской местности. Честно говоря, когда анонсировали этот доклад, я подумал, господи, ну сколько у нас ведомств занимаются помощью предпринимателям. Я уже не могу посчитать. Все подряд и все, кому не лень, занимаются помощью предпринимателям. Но надо же понимать, что все вот эти помогальщики, они все едят, пьют, получают зарплату, сдают отчетность, ездят на машинах, получают награды, путевки, бесплатное медицинское обеспечение и так далее. Все эти помогальщики в конечном итоге, конечно, пожирают наш бюджет. Илшат Илдусович поведал нам, что в центре системы помощи предпринимателям сельского хозяйства находится государственное бюджетное учреждение «Центр сельскохозяйственного консультирования». Мы пару раз упоминали об этой странной структуре, которая сидит в здании Министерства сельского хозяйства и оказывает какие-то загадочные услуги тем, кто хочет получить субсидии, помощь от государства, какие-либо выплаты на покупку племенного скота, техники, еще чего-то. Илшат Илдусович сообщил нам, что за истекший период это ГБУ составило 458 бизнес-планов, 6500 комплектов документов для сельскохозяйственных бизнесменов, а также 842 хозяйства доверили бухгалтерское сопровождение этой организации. Илшат Илдусович стыдливо умолчал о том, что вся эта деятельность, она абсолютно возмездная. Это не просто помощь Министерства сельского хозяйства, это по большому счету некий бизнес. В связи с этим возникает парочка вопросов. Во-первых, какова стоимость этих услуг? И во-вторых, принимают ли к рассмотрению комиссии Министерства сельского хозяйства документы, на которых нет штампика вот этого волшебного ГБУ? Я не буду утверждать голословно, однако в разговорах с людьми, которые имеют непосредственное отношение к сельскому хозяйству в Республике Башкортостан, пару раз проскакивала информация о том, что если ты делаешь бизнес-план не в этом ГБУ, то шансов у него быть утвержденным на комиссии Минсельхоза нет никаких. Фазрахманов перешел к перечислению своих достижений за истекший период и сообщил нам, что Республика Башкортостан уверенно занимает первое место в Российской Федерации по количеству сельскохозяйственных кооперативов. Об этой теме мы тоже говорили года полтора назад, об вот этом вот неимоверном росте количества сельскохозяйственных кооперативов, которые наблюдаются в Республике Башкортостан. Каждый седьмой кооператив в Российской Федерации – это сельскохозяйственный кооператив в Республике Башкортостан. Также Фазрахманов создал 763 новых фермерских хозяйства и 119 новых сельхозкооперативов. И вот тут произошел первый прокол Ильшата Ильдусовича. Он заговорил о том, как много создал он рабочих мест, и сообщил нам цифру в 560. То есть получается, что на 763 новых фермерских хозяйства приходится 560 новых рабочих мест. Значит, что 200 с лишним хозяйств, а именно 203 фермерских хозяйства, не содержат вообще ни одного рабочего места. То есть фермерское хозяйство есть, но людей в нем нет. Из чего я делаю логический вывод о том, что эти фермерские хозяйства существуют только либо в воображении господина Фазрахманова, либо на бумаге. Далее Ильшат Ильдусович сообщил, что в текущем году, но вот эту всю деятельность по вспоможению сельскохозяйственным бизнесменам, ему выделено аж целых 706 миллионов рублей. Собственно, вот это и есть та самая кормовая база, вокруг которой крутится вся вот эта деятельность по как бы поддержке. Планы у Ильшата Ильдусовича грандиозные. В текущем году он планирует создать аж целых 148 новых рабочих мест, но при этом вовлечь. В малый и средний бизнес на селе он собирается 2154 человека. Тоже непонятно. 2154 вовлеченных на 148 рабочих мест? Очень странно. Он планирует создать 80 новых предприятий малого и среднего предпринимательства, а также 41 предприятию выделить гранты на развитие. Фазрахманов почему-то посетовал на отсутствие понятных принципов ценообразования в области консультирования сельскохозяйственного бизнеса. То ли его не устраивают те цифры, которые сейчас существуют, и вот это вот загадочное ГБУ берет слишком мало, по мнению господина Фазрахманова, при том, что особых расходов-то у этого ГБУ нету. Базируется оно в здании Минсельхоза. Сотрудники, по моему субъективному восприятию, тоже совмещают деятельность в Минсельхозе и в этом ГБУ. В общем, конечно, очень здорово они там устроились, и себестоимость у них стремится к нулю. Но при этом, тем не менее, цены Фазрахманова не устраивают. Но самое страшное, то, что господин Фазрахманов не просто создал это ГБУ, а то, что он собирается его развивать. А именно в его планах создать некие подразделения вот этого ГБУ по консультированию сельскохозяйственного бизнеса во всех администрациях районов Республики Башкортостан. То есть он стремится к тому, с его слов, чтобы перестать дублировать деятельность подразделений администрации, которые занимаются сельским хозяйством, и вот этого центра консультирования. Он хочет взять все эти процессы в свои руки. То есть создается некий спрут, который не упустит ни одного самого маломальского движения на селе, который обязательно проконсультирует любое действие в области сельского хозяйства, ну и, соответственно, извлечет из этого неконтролируемую прибыль. Как ни странно, эта идея почему-то понравилась Назарову. Я не знаю, то ли он до конца не вник в то, что предлагает Фазрахманов, то ли это действительно в представлении Андрея Геннадьевича действенный механизм по развитию сельского хозяйства. Но, однако, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд непросвещенного в сельском хозяйстве человека, эта система всего лишь система дополнительных поборов с отраслей, которая и так находится в достаточно сложном положении. Сегодняшний выпуск и так получается избыточно длинным, потому я позволю себе опустить обзор одного из докладов, а именно доклада об исполнении поручений по итогам лесного форума 2019 года. Честно говоря, я вообще не понял, зачем был этот доклад и о чем он был, потому и говорить о нем смысла, наверное, никакого нет. Перейдем сразу к завершающему докладу, к десятому докладу, который сделал Вахитов Марат Мусаевич, руководитель Управления Федеральной Налоговой Службы по Республике Башкортостан. Пожалуй, что это был самый главный и самый важный доклад на этой оперативке. И докладывал главный налоговик Республики о собираемости налогов за январь-май 2019 года. На самом деле он докладывал о собираемости налогов за январь-апрель, потому что за май, наверное, посчитать налоги все еще невозможно, май еще не закончился. Вот эти цифры, которые прозвучали в докладе, они на самом деле очень важны, и я прошу выслушать их внимательно и задуматься над тем, что звучит. Марат Мусаевич сообщил нам во первых строках о том, что общий объем доходов Республики Башкортостан всех уровней составил в этот период за 4 месяца 156,5 миллиарда рублей, что на 7%, практически на 7% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Вообще весь этот доклад был докладом о падении доходов. Из 156,5 миллиардов собранных налогов 114,7 отправились в казну Российской Федерации по разным каналам, и в бюджет, и в различные фонды. Республике достался только 41,8 миллиарда рублей, что на 11 миллиардов меньше, практически на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Если быть точным, то на 20,9% произошло падение сбора налогов за период январь-апрель. На самом деле в финансовой сфере падение на 20% называется катастрофой. Марат Мусаевич сообщил нам, что снизились поступления по всем статьям доходов республиканского бюджета. Характеризуя структуру этих доходов, господин Вахитов сообщил, что 40% доходов республики Башкортостан – это, как ни странно, налог на доходы физических лиц. Это еще раз подтверждает мой тезис о том, что люди – это новая нефть. И вот 40% доходов республики – это, собственно, часть наших с вами доходов, именно тот самый НДФЛ. 34% – это налог на прибыль, который, собственно, упал больше всех, и это падение составило 35%. Далее идет налог на имущество организаций, который упал на 29%. Далее специальные налоговые режимы, то есть это налоги в всевозможных офшорных зонах, и незначительные суммы – это акцизы и прочие налоги и сборы. Падение общее, напомню, составило почти 21%. Я не имею оснований не доверять господину Вахитову, однако мои источники в Минфине республики говорят о том, что это падение на самом деле еще больше, но я не буду голословным, соответственно, этих цифр у меня пока нет. Однако падение собираемости налогов – это не единственное, что беспокоило господина Вахитова. Также он сообщил нам, что чудовищным образом возросла совокупная задолженность по налогам со стороны организации и предприятий, и на 1 мая добавилось еще 3 миллиарда задолженности. Общая сумма составила 23,3 миллиарда рублей, и рост по этой задолженности составил 15,2%. Из них 10 миллиардов долги банкротных предприятий, то есть те долги, которые получить бюджету уже не представляются никакой возможности, а также 3,7 миллиарда задолженности находятся в стадии извлечения судебными приставами, что тоже на самом деле маловероятно для получения в бюджет. То есть получается, что из 23 миллиардов задолженности по налогам, 13 получить так и не получится, а 10 еще под вопросом. Завершил свое выступление господин Вахитов и вовсе сенсационным заявлением. Я позволю себе процитировать его дословно. «Меры по поддержке экономики малого-среднего бизнеса неизбежно оказывают воздействие на рост задолженности по налогам». То есть господин Вахитов напрямую и однозначно утверждает, что та помощь и те пакеты помощи, которые были организованы для малого-среднего предпринимательства и для экономики в целом в республике Башкортостан, возымели кардинально и абсолютно противоположные действия. То есть иначе как вред для экономики предприятия и государства задолженность по налогам назвать нельзя. Соответственно, если господин Вахитов утверждает, что все меры по поддержке малого-среднего бизнеса и экономики в целом привели к росту налоговой задолженности, причем, судя по его отчету, невозвратной налоговой задолженности, соответственно, эти меры были напрасными. Вот тут, конечно, господин Назаров не среагировать не мог. Ведь все эти меры и пакеты были организованы именно им. Назаров заявил в своем ответном слове, что он отдавал себе отчет в том, что в экономике будет спад, и важнее понимать, когда этот спад закончится. Также Андрей Геннадьевич поинтересовался у господина Вахитова, имеется ли у него обратная связь в том смысле, что понимает ли господин Вахитов результаты и эффекты от принимаемых мер. Вахитов, честно говоря, смутился. Видимо, он понял, что сморозил что-то лишнее и пустился в какие-то долгие, путанные объяснения о том, как он отслеживает ситуацию в экономике, что меры очень значительные, что 35 200 налогоплательщиков получили отсрочки по налогам и так далее. Посетовал на моратории на взыскание от налоговых задолженностей, на моратории по банкротству. В общем, конечно, Вахитов в определенный момент понял, какую, на самом деле, несусветную чушь он заявил в открытое пространство. И тут, собственно, я бы с ним поспорил. Дело в том, что практически все меры, которые принимались в республике по поддержке малого и среднего бизнеса и экономики в целом, это меры немонетарного характера. То есть, если бы действительно выделялись какие-то крупные суммы денег, там оставим за скобках вот эти вот подачки в виде 12 тысяч рублей, то тогда можно было бы говорить, что они ушли в песок и вот как бы налоги все равно не платятся. Однако все меры, практически все меры, которые принимались по спасению экономики, были мерами фактически разрешительного характера. То есть, разрешили не платить что-то, да, где-то аренду, где-то какую-то часть налогов, где-то какие-то выплаты. Но это никак не могло повлечь увеличение суммы налоговой задолженности. То, что эта сумма возросла, видимо, имеет некие другие причины. Они тоже вполне себе могут быть объективными и экономическими, но, вероятнее всего, они не связаны с теми пакетами мер, которые были предприняты правительством республики Башкортостан. Видимо, с целью немножко разрядить ситуацию, которая сложилась после доклада главного налоговика, Андрей Геннадьевич выпустил на арену совещание веселую Римму Юрьевну Бойцову, которая, как обычно, нас рассмешила до слез. В этот раз Бойцова рассказывала нам о том, как она проводит неделю предпринимательства в Республике Башкортостан, проводит ее дистанционно при помощи 20 трансляций и 50 спикеров. Но меня лично насмешила вообще посещаемость этих мероприятий. За 10 часов первые, самые урожайные 10 часов экспонирования первого видео этого мероприятия Римма Юрьевна собрала тысячу с небольшим просмотров. Даже первоклассники школы блогеров у Евгении Куцуевой, наверное, собирают больше. А также Римма Юрьевна собрала целых 11 лайков под видео. Конечно, это очень рассмешило и меня, и многих других, однако это не отменяет ту чудовищную бессмысленность, которой Римма Юрьевна занимается своей деятельностью. Завершая сегодняшний обзор оперативного совещания, я позволю себе поделиться своими ощущениями от этого нового формата, от нового фактически состава, я имею в виду то, что ведущим этого совещания был Назаров. Так вот, первое, что мне бросилось в глаза, это то, что после каждого доклада Назаров, в отличие от Хабирова, давал возможность коллегам задать вопросы докладчику. Хабиров этого не делал никогда. Но, впрочем, присутствующие на совещании так смутились и испугались этого новшества, что никто, кроме самого Назарова, вопросов не задавал. Впрочем, и сам Назаров не особенно наседал на докладчиков, не особенно их расспрашивал, допрашивал, не ловил на неточностях. Складывалось ощущение, что он, конечно, чувствовал себя несколько скованно, что вполне объяснимо для подобного дебюта. Не думаю, что он особенно заинтересован в прямом эфире разоблачать ложные данные, которые в большом количестве, на самом деле, присутствуют на этих оперативках. Но, как говорится, лиха беда начала. Особо отмечу приоритеты. Которые расставил Назаров вольно или невольно в этом новом формате оперативных совещаний. Так как практически полностью оперативное совещание было посвящено вопросам экономики, Назаров ни разу не обратился ни к Сидякину, ни к Мурзагулову, ни к Баширову, ни тем более к Прочаковской. Эти люди так далеки, собственно, от экономики республики, что это, наверное, очевидно не только мне, но и господину Назарову. И они абсолютно бесполезны в той структуре совещания, которую мы наблюдали в последний раз. Что это? Полное отстранение вот этой вот бессмысленной гоп-стоп-компании от участия в важнейших процессах? Или как бы временное игнорирование? Я до конца не знаю. Надеюсь, что господин Назаров и продолжит вот эти все действия именно в таком ключе, потому что, как он правильно заметил, именно экономика есть база для развития и процветания республики Башкортостан, а не та бессмысленная болтовня и суета, которую обеспечивает вот эта вот гоп-стоп-компания. Редактор субтитров А.Семкин